добрый день дорогие друзья явно вас всех приветствую на своем канале пока вы не пошли смотреть видео дальше я хочу вам предложить подписаться на мой канал не забывайте ставить пальчики вверх колокольчик нажать потому что если вы не нажмете вам не будут приходить уведомления о моих видео и соответственно вы потеряете добрую часть моих видео видео выходит практически каждый день много полезной информации мастер-класса много болталок много и много много еще чего так что если вы не подписались подписывайтесь о чем сегодня будет наше видео видео будет о моих готовых работах и я не знаю хватит меня или нет на улице жара 32 градуса с меня уже льет это еще там пытка снимать такую жару хотя работает кондиционер до этого как бы было пока я сидела было все нормально как только начала готовиться что-то на себя одевать все бобик сдох ладно минутка юмора а теперь давайте вернемся к тому что я связала вот эту кофточку я вязала в июле месяце но я хочу вам показать ее потому что я в прошлом месяце показывала без вт о в этом месяце я сделала вт о что такое вт о для тех кто еще не знает это влажно-тепловая обработка то есть постирала высушила отпарила да я не глажу я паривая значит для тех кто будет смотреть впервые не обращайте внимание там на сбоку это я приготовила другие изделия чтобы можно было мне одевать потому что тут у меня баррикады я не могу не смогу пройти чтобы это все было не на виду так вот здесь у меня новый способ вязания реглана погона я так еще не вязала с этой стороны вот широко и с этой стороны у меня 30 петель реглан погон обработка вот такая вот и вот так выглядит моя кофточка домашняя ее назвала почему потому что изначально я планировала вязать эту кофточку ну это топ скорее всего да я планировала вязать для дома но когда я начала вязать у меня пошла косина и я изначально знал что будет косина но я думала но может быть в той ниточке было косина но я имею ввиду в цвете в том а в этом косины не будет нет ничего подобного здесь тоже была косина я тогда добавила ниточку как мне говорили это египетский хлопок но мне показалось что это не хлопок потому что когда я постирала стала вывешивать такое впечатление что там присутствует синтетика там вы мне скажете вот подождите посмотрите у меня в доме даже нет спичек и специально для того чтобы вот поджечь и себя там как-то успокоит что это синтетика или не синтетика даже не хочу если честно да я кстати хотела сказать тем кто будет писать вот вам бы немножко косметики и было бы все прекрасно вы не смотрите на моё лицо вы смотрите на изделие у меня аллергия на косметику поэтому сейчас и так очень тяжело организму и жара и прочее прочее поэтому я не хочу конечно я могу на намалевать но потом буду страдать поэтому друзья мои потерпите уж такое мое лицо что ж теперь делаешь вот так что я соединила с этим египетским так называемым хлопком у меня получился такой замечательный тандем и сама кофточка мне очень и очень нравится и знаете я получила массу положительных комментариев на эту кофточку ну топ этот многие говорили не стыдно выйти и в люди это что короткий она практически без рукавов да тоже ничего страшного можно ходить ну ходить то можно но комфортно ли я буду себя чувствовать потому что ну все равно люди там не писали о его не видели мои руки и прочее я вижу свои руки и если есть чувствую какой-то дискомфорт то я конечно не буду в этом ходить но я допустим после того как померила мне показалось что у нее немножко длина стала короче потому что на мой взгляд я вот не зафиксировала какая длина была но мне кажется она в длину немножко подсела это не критично потому что как видите я ношу такие версайсные брюки и все прекрасно смотрится я сейчас вам еще покажу один образ сейчас же очень модные всякие жилеты да и так как я думаю что здесь есть прям волосы на глазах садятся здесь есть акрил да можно вот таким образом сделать лук как сейчас модно называть да такая же леточка и у меня есть такая рубашка и почему бы и нет да такая красота мне мне лично нравится не знаю буду ходить или нет но так как я допустим примеряю делаю так как вернее еще какие-то другие здесь вот карманы и они как-то не очень лежат вот здесь вот попорщится ну можно же и другую рубашечку допустим взять есть у меня и другие но на глаза попалась это поэтому я взяла эту так что в принципе как вариант я думаю тоже можно одевать еще один лук или еще один вариант или стиль все это если вы помните я с виолу соединилась удельницы их все бы хорошо но по спине у меня получился оверсайз вот так вот выглядит если одевать вот просто так ну спереди да и вот так вот выглядит по спинке вы знаете этот вариант мне прям вообще понравился я же хотела распускать и перевязывать а потом посмотрел и думаю то сейчас вот захолодает вот так оденусь да и пойду правильно кто с меня снимет и в общем я решила что я не буду ничего делать мне даже очень нравится не знаю как вам вот я постирала отпарила получается и вот уже который раз убеждаю что раньше времени выводы делать не нужно потому что есть варианты когда можно применить вот все то что у нас была связана я получается изначально хотела чтобы это был была такая развитая к летние да потому что здесь лен хлопок виску виску задан составе в общем сам то состав очень хороший но опять же получилось толстовато потому что я не захотела на тонких нитках вязать и в общем получилось то что получилось вязала тоже впервые здесь у меня как бы спущенное плечо нет это тоже у меня этот реглан погон только он длинный видите ну вязала такой реглан погон впервые здесь у меня по бокам есть разрезы ки в общем сама по себе кофточка очень хорошая не кофточка я не знаю теперь что это будет но то что будет то и будет в общем вот так вот ну что дорогие друзья опиум еще одна кофточка которая долго играющая она у меня превратилась из кофточки в тунику опять 25 ну что есть то есть неизвестно как поведет это пряжа после в это вот очередной раз я убедилась а что она себя повела не так как мне хотелось но что имеем то имеем что-то у меня замелькал мой телефончик здесь я ее уже неоднократно показывала это мой четвертый перевяз 4 раза на четвертый раз что-то получилось вот так она выглядит вот таким вот образом ну получилось длинненькая ну что ж теперь принципе не критично мне кажется не критично но немножко кокетка удлинилась а распрямились вот эти облачка и в общем получилось что получилось но все равно я считаю что довольно таки неплохо все вышло по сравнению с тем что у меня было ранее здесь у меня обвязка идет другой пряжей по поводу пряжи опиум я наверно расскажу вам попозже когда если у меня получится присесть столу если сил хватит потому что я уже не могу если честно и здесь у меня ализе cotton gold пряжа в две ниточки и натищен мне присылала а эту пряжу мне прислала винина из польши в общем каждая пряжа находит свое применение я довольна если честно если учесть сколько времени она с меня пила кровь извините за такую грубо за такое как грубое сравнение но скажем так я сильно не расстраиваюсь обычно таких случаях как видите раз распускала я без всяких сожалений мне сколько раз писали о том и раз только работы и т.д. и т.п. но друзья если носить я не буду для чего мне плодить просто изделие до чтобы она лежала в шкафу нет поэтому мне нужно чтобы изделие было носибельное сейчас вот как только немножко станет прохладнее но даже мне кажется что даже можно сейчас уже ходить в этой кофточке не знаю надо попробовать крапивка назвала я ее крапивкой представляете лежала и где-то что-то уже выползла потому что я говорю что очень мнется еще хотела сказать одну вещь и некоторые мне там писали вот вы одели бы телесного цвета белье а не белого друзья у меня белого белья нет у меня только телесного цвета поэтому вот если просвечивается значит телесный цвет если вы поняли по названию то крапивка это значит пряжа крапива мне ее на подарок прислала галина из казахстана за что и огромное спасибо что дала возможно повязать из этой пряжи я получила несмотря на то что я вязала на спицах два с половиной просто колоссальное удовольствие потому что но очень понравилось это пряжа она легчайшая прям воздушная она я не знаю я не взвешивала сколько она весит но она прям ну невесомая на теле и в одном из своих видео я показывала насколько она тонкая потому что 660 метров кудельницы и показывала ниточку этой пряжи в некоторых местах она была настолько тонкая что я думала что она после стирки порвется но вроде бы как все нормально вот так выглядит она на мне все очень нравится вот просто все нравится очень-очень и рукавчик сел нормально не знаю конечно же я показываю у меня искусственный свет не знаю видно в темноте не видно но в общем и горловинка такая очень мне писали что нужно было бы крючком еще собрать что тут собирать это летний вариант мне нравится очень я не собираюсь ничего больше делать рукава все в общем я говорю который раз убедилась а что круглая кокетка это моё моё хотя конечно и другие варианты можно носить но вот кокетка мне кажется лучше всего подходит так что вот такая красота у меня еще одна теперь есть я очень довольна очень это летим изделием довольно ой в общем друзья мои мне кажется что вот без всех и этих софитов выставила совсем по-другому свет и съемка даже кажется лучше ну не знаю почему включилась то в общем это кусочек вы конечно увидите немножко раньше чем я там продолжение снимала стала уже монтировать видео и ставила засняла засняла не тот кусочек который нужно было снять в общем продолжаю съемку я связала вот такой вот проект да это у меня скатерть цветочная поляна назвали и и кто-то здесь подписчикам не подсказал ну я думаю пускай будет как подсказали мне да вообще вот интернете ну по крайней мере на ю тубе есть очень много вот таких пледов показывает как вязать это плед ромашка вроде бы как для деток вяжут в общем много у меня в задумках было давно связать что-то такое вот так как вы знаете какой у нас был август и вязать и что-то крупное у меня уже были вещи такие которые шли к завершению поэтому я решила собрать все свои остатки и связать в начале задумках был плед но вообще как бы квадратиком навязать а там посмотреть что из этого выйдет но собрала я здесь ярнар джинс ализе cotton gold газал baby cotton да в общем все то что примерно по толщине подходит ну и я показывала как я вязала я делал заготовки вначале серединку навязывала потом обвязывала потом другим цветом то есть я кучу навязывала там 20-25 может быть больше потом это все обвязывала у меня конечно допустим зеленого было притык еще какого-то оранжевого по моему впритык там всего лишь один моточек поэтому я уж сильно не увлекался знал что желтая серединочка у меня может быть хоть на сколько квадратика удержу уже жарко просто невозможно и а все остальное вот примерно уже знала сколько мне нужно там 15-20 и в общем делала обвязки на моем канале есть по петельный мастер-класс как вязать этот мотив как соединять так что если вы хотите что-то подобное связать можете проходить и брать себе на заметку вязать мне уже некоторые писали сказали что они там одна подписчица написала что она наволочку связала другая говорит что вяжет плед такой ну главное чтобы было желание и когда остатки тоже извязывается это очень хорошо я не выбрасываю никакие ниточки даже маленькие кусочки я показывала у меня все имеются в наличии так что дорогие друзья и на youtube и есть и на цене есть так что при желании все можно найти какую красоту навязать это просто куда ваша фантазия вас заведет ну и что сейчас я активно вижу это вот такой у меня либо будет жакет либо кардиган я еще не знаю насколько у меня хватит пряжи докупать пряжи не хочу он совсем прическа потерялась а где-то вот поэтому я хочу просто вырезать в ноль эту пряжу это она 16 для тех кто впервые заглянул или ранее не слышал таким способом у меня были связаны не до конца брюки вот мне не хватало там пряжи потом я пряжу закупила есть подробный попетельный мастер-класс как вязать брюки проходите в плейлисты там несколько видео это первое есть плейлист мотивы два вида мотивов там я показываю как вязать мотивы эти как соединять и так далее есть на моем канале туника солнечная подробный попетельный мастер-класс как соединять эти мотивы и так далее уже неоднократно об этом говорю постоянно мне пишут где найти где найти и когда я начинаю отсылать на живую аватарку и для тех кто не знает что такое живая аватарка в конце видео вам выскакивает окошечки если вы нажмете на это окошечко то вы провалитесь в плейлист в конкретном случае либо на видео либо на плейлист и вы там увидите эти либо мотивы либо вязание брюк как вяжется но некоторые не знают и не умеют пользоваться и начинает меня вне обвинять что мы сейчас блогеры что конкретно ко мне что я заелась а что не хочу отвечать и так далее человек одному второму сказала что есть живая аватарка под видео оставляю ссылки проходите плейлисты нет они хотят чтобы я прямо ссылками и мы в комментариях отвечал друзья мои но у меня столько времени тоже нет сидеть всем желающим отвечать вот брать мне точно также нужно зайти плейлист мне точно также нужно скопировать эту ссылку и потом скопировать вам сколько движений я всю информацию где найти всегда дают так что ну хотите обижайтесь хотите как хотите всю информацию даю вы не досматривайте видео или вообще не смотрите а хотите получить вот только то что вам нужно вот сейчас я отойду покажу на каком этапе у меня находится жакет кардиган как я говорила вот я вчера в видео показывала что я полностью перевязала то что у меня было связано ранее убрала уголочки здесь были и по спине и по переду дальше вот так у меня выглядит передняя планочка здесь будет еще обвязка вот так вот уже мной отвязано можно сказать что жакет практически готов да даже кардиган потому что мне осталось но есть мотивы еще на один ряд а потом уже я не знаю опять же еще не знаю то ли оставлять мне вот таким образом рукава то ли еще один ряд провязать то ли вообще длинные сделать это будет процессе я еще не знаю но вот то что но сейчас уже отвязано я вам показываю и вот так вот по спинке все что я связала на этот момент мне все очень нравится вот в общем друзья сил больше нет моих дамских честное слово очень жарко я все были наверное я на этом закруглю вообще свое видео сегодняшнее я хотела вам еще показать что я начала вязать помимо кардигана там я еще дополнительно начала кое-что вязать и еще хотела показать образцы но чувствую что у меня уже не хватит поэтому на этом я свое видео сегодняшнее закруглюсь а тогда завтра как говорится будет вторая часть в общем пишите комментарии я жду ваше мнение по поводу моих изделий что вам понравилось из того что я связал что не понравилось если не понравилось напишите почему не понравилось чтобы не просто о ерунда обоснуйте почему вы считаете что это ерунда и в общем я жду ваши комментарии отзывы и как всегда желаю вам всего самого наилучшего здоровья вам и вашим ручкам вашим близким нескончаемого вдохновения у меня вдохновение всегда море если вы со мною то вы знаете что у меня всегда идей громадье не всегда не хватает времени не хватает возможностей так как вот сейчас жара в августе месяце я вообще очень мало вязала но вязала как видите все равно там через не могу как говорится потому что совсем не вязать я не могу вот в общем на этой ноте до новых встреч до новых видео с вами была ирина всем пока пока пока